Добрый день дорогие друзья! Начинаем первый день нашего марафона по правополушарному рисованию люди и краски. С вами сегодня педагог-психолог ЦРТДЮ созвездия города Орска Ткаченко Татьяна. Я думаю у вас уже все готово. Кисти, краски, туалетная бумага, палитра, баночка с водой. Сегодня мы с вами рисуем вот такую картинку. На улице весна, пробивается первая травка, расцветают первые цветы. Я думаю это очень актуально. Ну что ж, давайте рисовать. Для начала возьмем лист бумаги и прикрепим его на планшет с помощью строительного скотча. Отступаем примерно 5 миллиметров от края. Делаем рамочку. Сегодня мне понадобится кисточка щетинка плоская. Либо номер 12, либо номер 10. И тоненькая кисточка единичка белка или пони. Плоской кисточкой щетинкой накладываем на палитру белую гуашь. И что делаем? Берем и подметаем лист белой гуашью. Обратите внимание, что когда мы метем, мы никогда метелку не ставим вот так. Правильно? Мы всегда ее ставим вертикально для того, чтобы можно было охватить большую поверхность. Делаем это быстро, не задумываясь. Здесь не нужно быть аккуратным. Главное положить краску везде и всюду. У меня это будет верх, а это низ. Смотрите, что я делаю. Я поворачиваю картинку кверх тормашками. И теперь на палитру накладываю зеленую краску. Зеленую. Немножечко желтый. У меня есть еще один оттенок зеленого. Я его тоже сюда добавлю. Ну и можно еще добавить немножко черного, смешать с зеленым. И это будет еще один оттенок зеленого цвета. У кого в наборе гуаши есть охра, можно взять охру. И сейчас кисточкой, круглой кисточкой номер два, я буду рисовать травинки. Травинки буду начинать рисовать кверх тормашками. Начиная со скотча, буду проводить вот такие свободные движения в разные стороны. Травинки у нас никогда не растут одинаково, никогда не наклоняются в одну сторону, никогда не бывают одинаково ровные, одинаковой высоты. Ну, если только это не английский газон, который выращивают уже сто лет. И там, где травинки, стоят как солдатики. Теперь я мешаю немножечко зеленую краску с желтой. И у меня получается более светлый оттенок зеленого. И продолжаю выращивать травинки. Желательно рисовать кончиком кисточки. Прижали, провели и отпустили. Тогда кончик травинки будет острый. Можно добавить еще охры. Вот такими свободными движениями, не раздумывая, выращиваем травку на своем лугу. Вы можете вырастить клумбу, как у меня получается. Вы можете вырастить полностью на весь лист полянку. Так, как у вас сейчас пойдет рука, так как вам просто захочется. Главное, смелее. И все будет хорошо. Наши травинки полностью подсохли. Пора начинать рисовать цветы. Я хочу, чтобы мои цветы были синего цвета и красного. Посмотрите, что я буду делать. Чистой кисточкой с щетинкой. Одним уголочком я ныряю в белый цвет. А другим уголочком в красный. Кисточка у меня получилась разноцветная. С одной стороны красная, с другой стороны белая. Теперь посмотрите. Сейчас вот на эту травинку я буду рисовать цветочек. Я кладу кисточку бочком, не плоско, бочком. Положила, слегка приподняла и надавила. Вот таким образом. Раз, два. Раз, два. Каждый раз я надавливаю меньше. И у меня получается вот такой цветочек, у которого нижние цветы уже распустились, а верхние только начинают. Снова набираю красную краску, белую краску. И теперь цветочек я буду выращивать вот здесь. Цветы никогда не бывают одинакового размера. Никогда не начинаются с одинаковой высоты. Поэтому вот следующий цветочек у меня будет вот здесь. Ну и еще один. Снова набираю белую краску, красную краску. Так, ну давайте вырастим вот здесь. Вот так. И вверх тоньше, тоньше, нераспустившиеся цветочки. Теперь то же самое я буду делать с синей краской. Я набираю на кончик синюю краску. С другой стороны набираю белую краску. И вот здесь начинаю выращивать цветочек. Снова набираю белую краску, синюю. Цветочек начинаю выращивать вот здесь. Ну и вот здесь. Ничего страшного, если один цветочек заходит на другой. В природе так тоже часто бывает. Наши цветы подсохли. Теперь я снова переворачиваю картинку. Опять беру зеленую краску на тонкую кисточку. И выращиваю еще несколько травинок. Так, чтобы они частично заходили на наши цветочки. Потому что так не бывает, что все цветы на переднем плане, а травинки на заднем. Поэтому я смело провожу еще несколько травинок. Если нам хочется еще где-то добавить, то можно это сейчас сделать. Посветлее, потемнее. Вот таким образом. Вот здесь у меня краска немножко не высохла. И вы видите, как она потянулась за кисточкой. Ничего страшного в этом нет. Но помните об этом, что цветы должны полностью высохнуть. Что я сейчас сделаю вот с этим местом? Посмотрите. Видите, у меня здесь потекла краска. Я не буду переживать. Я снова возьму кисточку плоскую. С одной стороны белый. С другой стороны красный. И выращу еще один цветочек. Только и всего. Итак, что еще можно сделать? Можно на нашей лужайке вырастить еще белые маленькие цветочки, мелкие. Для этого я вытираю на сухо кисточку щетинку. Вы видите, она торчит немножко в разные стороны. И по палитре с белой краской делаю вот так. Тык-тык-тык. Посмотрите, что получается. С обратной стороны кисточка намазана белой краской. И ворсинки торчат в разные стороны. И теперь легкими тычковыми движениями я выращиваю маленькие облачка цветов. Вот здесь, например. И вот здесь. Может быть вот здесь. Тоже стараюсь делать их разными, чтобы они не оказались на одной линии. Вот так. Ну и сейчас весна. Прилетают жаворонки. И я делаю вот таких птичек. Вот они там летят. Ставим автограф. Наша первая картинка готова. После того, как картинка полностью просохла, снимаем скотч. Па-па-па-па-пам! Сейчас ваш рисунок будет превращаться в настоящую картину. Будьте внимательны. Вот здесь, когда мы снимаем скотч, должен образоваться острый уголочек между скотчем и бумагой. Иначе может скотч оторвать кусочек вашей картинки. Вот что у нас получилось. Рисуйте с удовольствием. До встречи завтра! Рисуйте с удовольствием.